Представители знака Зодиака Телец, Тельцы мои дорогие, здравствуйте! Таро Расклад, неожиданности и сюрпризы июля. Давайте узнаем на двух колодах карт. У нас сегодня цыганский старинный пасьянс с его рандомными значениями, что кому выпадет. И колода карт Таро. Мы продолжим нашу беседу, наш расклад. При этом будем, конечно, реалистами. И карты старинного цыганского пасьянса могут проиграться по-разному. Конечно, могут и вообще не проиграться, почему нет. Но поскольку он у меня очень давно, могу сказать, что у кого-то может буквально пару-тройку дней или неделю. Ну, мы все разные. Больше карты нам будут показывать, безусловно, событийный ряд. Это именно какие-то действия или то, что произойдет. Какая-то более конкретика, которая приходит к нам через либо известие, либо через действия. Но это вот именно мы можем что-то более осязаемое, когда без философии видеть. Ну, и какие-то вопросы, которые как раз по Таро, больше эмоционального фона, качества или нашего внутреннего состояния, мы тоже раскроем как неожиданности и сюрпризы. Как карты видят для вас, мои дорогие тельцы. Итак, я буду смотреть значения совпадающих карт. Если я что-то пропущу, вы тоже смотрите. Так вот, если я пропустила, напишите. Мы обсудим, я вам отвечу. Итак, для тельцов событие до конца июля. Вот в чем-то вы сомневаетесь, вот прям буквально сразу. В чем-то сомневаетесь. Два меча. Это внутренняя тревога или внутреннее сомнение. Или просто внутреннее волнение. Вот ни к чему это не приложишь. Что-то я волнуюсь называется. А вот почему, по крайней мере, пока карты не говорят, но чаще всего, когда мы волнуемся, мы не уверены, получится, не получится, произойдет, не произойдет. Произойдет, мои дорогие. Одновременно у вас выпадает корона. Власть. Значит, где-то в июле придется вам либо отправиться к чиновникам, либо в какие-то учреждения самые разные. Или узнавать попросту, как правильно по закону оформить тот или иной документ. Или что-то сделать по закону, опять же. Но как будто предусматривает карта, вот это значение как раз, что вы можете контактировать с людьми, которые отвечают за свои действия. Или за свои, может быть, рекомендации, или за свои подписи, где они поставили. Для кого-то из вас это вам нужно перепроверить свои документы, если вы руководящий работник. Держите эту корону на своей голове. Очень так это уверенно, четко, чтобы не было каких-то мелких недоразумений, деталей, неточностей. И ничто у вас не повергло в какой-то, ну, когда вы в сомнениях будете действительно. Или лучше перепроверить, например, какой-то документ, если действительно там стоят ваши подписи, лишний раз себя подстраховав. Мы идем дальше, осмотрим, что у вас, тельцы, еще совпало. А о чем нам еще расскажут, пока не вижу. Точно получится что-то у вас осуществить. И вот есть какой-то вопрос, мои дорогие, что у каждого по-своему. У кого-то будет касаться в личной жизни, нам здесь не рассказывают карты. Как я уже сказала, эмоций в этих картах нет практически. Ну, есть некоторые значения, но в основном это беспристрастно не показывают. Что да, вот есть такая тревога. И если она, допустим, связана с какими-то личными отношениями, то вы сумеете договориться, если, предположим, была ссора. Если это касается конкретики дела, документов, чиновников, или каких-то инстанций, или, может быть, учреждений, до чего угодно, куда вы отправляетесь, сомневаетесь, может быть, тоже в чем-то, вам выпадает флаг. Это победа. Таким или иным путем какой-то вопрос вы сумеете прояснить это как минимум, мои дорогие тельцы, как правильно поступить, в чем-то вы одержите победу. Не сомневайтесь в себе. Вот нам сразу карты как бы расставляют тут по местам. Ну да, сомнения у каждого свои. Смотрим дальше. Открытый путь у вас куда-то будет. Может быть, предыдущий как раз путь, или ваши какие-то планы. И такое могло быть даже планетарно, когда что-то стало на стопор по независимым от вас причинам. Вам могло это не нравиться, или, может быть, по работе, или были другие иные, у каждого свои причины. Но, видимо, где-то к концу июля ситуация начинает как минимум выравниваться. Или больше ясности, больше понимания. И в последующем путь этот как раз и будет открытый. Давайте мы смотрим, что еще. Я хочу сразу сказать, у вас нет помех, мои дорогие. Вот посмотрите. Маска, она как раз совпала в разных проекциях. И змея тоже. Поэтому ни скрытых врагов, ни каких-то злопыхателей нет. А есть любовь. Роза выпадает. Поэтому в личной жизни прекрасное время. И планетарно, кстати, тоже. Для вас очень важно какое-то, знаете, как место безопасности, как теплый, уютный дом, надежный. Как люди, которым вы доверяете, которые доверяют вам. Вот все то, что вы любите, мои дорогие тельцы. Вот как-то так кирпичик за кирпичиком. Там фундамент, а дальше уже самоустроение. Если мы так переведем нашу жизнь на какую-то реальность земную. Вот задача отстроить. И пусть что-то не получается очень быстро, но шаг за шагом у вас получится осуществить ваше намерение. И вот этот флаг, он как раз и говорит, что телец, видимо, за счет своей трудоспособности, настойчивости, умения где-то ждать, быть терпеливым. Когда нужно решительным. Потому что это не секрет. Телец может обдумывать долго, где-то анализировать. Потом, если он уже взялся, он берет и делает. И вот это ваше качество, видимо, в энергиях июля. Да я бы сказала, второй половины 2024 года. В принципе, оно очень в тему. Оно где-то в унисон этим энергиям идет. Пока я с вами разговаривала, я рассматривала карты. И я должна сказать, что я не вижу других совпадений. Поэтому не переживайте, какой-то план у вас осуществится. Нет у вас ни помех. Нет у вас вообще вот каких-то, знаете, таких, кто бы палки в колеса вставлял. Ну, единственный момент, корона выпадает, когда по документам придется выдерживать какой-то регламент. Например, мы на это не влияем. Если одна бумага, ее надо ждать 5 дней, мы ее часто за 2 дня или за 5 минут не можем сделать. Или пусть еще какой-то период, когда тоже вот придется принимать во внимание, есть то, что мы не в силах изменить. Давайте мы узнаем, каковы же неожиданности, мои дорогие тельцы и сюрпризы до конца июля. Вот так, королева мечей. Вы сами можете от чего-то отказаться. Для кого-то из вас, безусловно, может быть, знаете, все расставить по местам. Ну, не совсем по этой карте, но тем не менее. По персональным картам мечевым иногда проходят врачи. У кого-то, может быть, банально, вы надумаете пройти обследование. Что-то вас с учетом вот этих двух мечей беспокоит. Или есть какие-то вопросы, которые, ну, вот не прояснены и нужно пройти обследование. Может быть, рутинное обследование. Почему нет? И тогда вы будете как раз вот эта карта, которая как власть или значение короны, будет говорить, что это вы пойдете к специалисту, который вот знает свое дело очень хорошо, и вы будете прояснять вопросы по здоровью. Или, опять же, по этой карте иногда проходит юдифи. Это когда сама по себе карта про образ юдифи. Я имела в виду, проходит как вот этот исторический факт, когда вам придется действовать сродни юдифи в одиночку, рассчитывать на себя. Да, вторая половина июля месяца, когда, ну, судя по и этим-то картам, которые пасьянса, нет как бы и, как я сказала, злопыхателей или вредителей, но нет и как таковой поддержки. Есть любовь, но по какой-то причине вас никто за руку водить не будет. То есть вот нет того человека, который идет рядом с нами. Вам что-то придется решать в одиночку. Или в тех же самых инстанциях, учреждениях, или, может быть, согласовывать что-либо. Или по работе, мои дорогие тельцы. Тоже какое-то ваше очень важное решение. И, кстати, что вам помогает, можно сказать. Ведь эта карта перевернулась, поэтому где-то как совет можно рассматривать. Не говорите некому о своих планах. Вообще никому. И это тогда будет ваша дважды сильная позиция. Опять же, ее дефис. Она ничего не говорила никому, что она собирается делать. Иначе какой-то грандиозный план у нее будет. И не получился. Мы все знаем. Поэтому она вошла в историю. И поэтому анализировать вам придется. И как вам поступать, решать вам самим. Может быть и быть решительными. Правда, в этот период. Итак, неожиданности и сюрпризы для вас, мои дорогие тельцы, верховная жрица. С чем-то вы хотите разобраться. У кого-то тайное станет явным. Какой-то вопрос может быть, кстати, который кто-то скрывал. Вы внезапно узнаете. Вот вам, пожалуйста, королева мечей и верховная жрица вместе как раз об этом могут говорить. Будьте внимательны. А вас тоже кто-то что-то может узнать. Поэтому на всякий случай, повторяюсь, если вы занимаете руководящую должность, проверьте, где вы ставили подписи, печати или как в целом работает слаженно ваш коллектив. Но себя подстраховать определенно стоит. Для вас не должно быть каких-то неожиданностей. А вот вы узнать можете. Кто-то из вас по верховной жрице откроет в себе такое качество, как интуиция. Буквально вы хоть люди и надежные, и вы больше доверяете тому, что осязаемо или видимо. Чему можно верить, как вот своим глазам. Но верховная жрица – это как раз больше интуиции. И кто-то из вас заметит в себе, ну надо же, действительно мысль материальная. А так оно и есть. И тогда по верховной жрице вы будете более внимательны к собственным мыслям. Чтобы самим себе не накладывать каких-то отрицательных эмоций, давайте еще посмотрим. Неожиданности и сюрпризы. Что-то лучше втайне хранить, чем кому-то оповещать заранее. Счастье и удача любят тишину. Особенно у вас выпадает десятка чаш. Карта взаимопонимания, карта добрых отношений в семье, партнерских отношений, добрых отношений с нашими домочадцами, детьми, внуками, там, родственниками. Хотя может как раз и всплыть какой-то вопрос или то, что для вас будет просто неожиданно. Может быть, известие от родственников или от ваших взрослых детей, или как это решение. Но десятка чашек будет у нас говорить как неожиданность. Счастье, мои дорогие. Какие-то доброположительные эмоции, какие-то радости, которые касаются больше вашей личной жизни. Или, мои дорогие тельцы, это будет касаться вашего жилища дома. Ну, как планы. И не просто эти планы, как эфемерное что-то, я бы хотел. Нет, это конкретная реализация у вас будет. Давайте еще узнаем неожиданности и сюрпризы. Больше сюрпризы. Нас уже интересует. Ужезлов. Это решение. Это как начало. У кого-то решение финансовых вопросов. Пусть нам тут деньги и финансы как бы не совпали, но может быть, денежная тема часто под узлу жезлов. Это как новый вариант или какой-то элемент обновления в ваших заработках. Или какая-то ваша новая идея. Может быть, монетизация вашего творчества. Или для кого-то, когда вы заинтересуетесь какой-то сферой жизни и вам хочется это продолжать развивать. Потому что в этом вы увидите тоже какое-то финансовое как бы последствия со знаком плюс. Когда эти деньги, пусть поначалу, может быть незначительные, а вот из количества они могут перейти как раз в качество. Когда вы останетесь с собой довольны. Или это какой-то инсайт. Но решение точно до конца июля какое-то у вас будет. Может быть, и вам предложение. Ну все, мне уже дальше. Доставать некуда карты императрицы. Во-первых, это где-то ваши энергии, мои дорогие тельцы. Если меня смотрят мужчины, это может быть очень важная женщина в вашей жизни. Любимая женщина. Это может быть, конечно, мама руководителя. Или может быть, какая-то недавняя знакомая, которая вы чувствуете, к ней особенный интерес. Где-то вы можете чувствовать, мы с ней похожи в чем-то. Или тогда это притяжение будет очень сильным. Мои дорогие девочки, это ваши вопросы. И вместе с ними. Кстати, нам снова говорят, надейся сама на себя. Но для этого у тебя сильные позиции. Вместе с тем, это все сразу. Организация нашей жизни вообще так вот глобально. И в то же время в каких-то мелочах, деталях. Это где-то и внимание и детям, и семье. Может быть, и мужу, или вашему партнеру, или для тех, кто один или одна. Возможность познакомиться. Мои дорогие тельцы, как мужчины, так и девочки, вы в июле месяце. Вам самое главное не сидеть в заточении. Вам нужно продумать стратегию, тактику, где, каким образом я могу изменить свою жизнь, познакомиться. Где люди знакомятся. Задаться целью и искать. Кто-то пойдет, кстати, может быть, к этому как бы добавится желание пойти на курсы. Было и раньше. А дай-ка я пойду сейчас. Может быть, и правда, что я сижу по вечерам. Работа, дом, дом, работа. И для вас это тоже будет своего рода прорыв. Кто-то поедет, может быть, и в отпуск. Ну, или какие-то любые занятия, которые вам захочется, как и заниматься, так и в принципе расширять горизонты, кругозоры в своей собственной, может означать, что вы встретите человека. По крайней мере, по карте императрица сплошные возможности. А еще дважды, поскольку вверху у вас выпадает десятка кубков. Какая-то личная история. История личного счастья, любви, взаимопонимания, нежности, ласки на первом месте. Вторая половина июля. Перекладывайте на себя, мои дорогие тельцы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда. Субтитры создавал DimaTorzok